На рассмотрение депутатам было вынесено 26 вопросов, среди которых и изменения в бюджет на этот год, в котором предусмотрены деньги на ремонт школ, детских садов и даже на соревнования по боксу. Документ был принят. Далее к одному из самых наболевших вопросов – канализация в селе Фонтан Калиманского района, а точнее ее отсутствие. Но, как оказалось, и эта проблема под контролем. Благодаря команде Игоря Учителя, руководствуя депутатов Фонтанского сельского совета, уже разработан план действий. Депутаты поддержали изменения и проголосовали за принятие программы. Жители Фонтанки уже который год страдают от потопов и наводнений. Во время сильных дождей дворы и подвалы по всему селу затапливают минут за 15. Дальше так продолжаться не может. С принятием программы все должно наладиться. Денежные средства уже выделены, а работы вот-вот начнутся. Каждый дождь – это проблема для наших жителей. МЧС откачивает воду постоянно и так далее. Одной из основных причин таких наводнений Фонтанки является то, что в Фонтанке нет системы канализации. Село очень большое, а канализации, к сожалению, нет. И одним из пунктов нашей программы было то, что мы должны добиться того, чтобы в Фонтанке была построена система канализации. Когда-то мои листовки с текстом «Канализируем село» даже попали в топ 10 самых смешных листовок на местных выборах. Но людей это абсолютно не смешит из Фонтанки. Люди из Фонтанки нас поддержали. И вот сегодня Лиманский районный совет предусмотрел в бюджете 2 миллиона гривен на канализирование Фонтанки. Также деньги есть и в Фонтанском сельском совете, которые уже тоже выделены на строительство канализации в селе. И также проект канализирования Фонтанки разработан с помощью компании Riviera Development. Теперь жители Фонтанки могут вздохнуть спокойно. Скоро затапливать их больше не будет.